всем привет с вами как всегда я олег дубовой и сегодня я продолжу тему о прополисе о том как его применять если возникнет такая необходимость а поскольку на дворе сейчас зима то это необходимость не заставить себя долго ждать и за горами бум простудных заболеваний и вот в этом видео я расскажу что делать с настойкой прополиса и самим прополисом исходя из своего опыта и имеющейся у меня информации чтобы получить положительный результат при лечении и не навредить своему здоровью что такое прополис где его взять как очистить как сделать из него правильную подчеркну правильную настойку рассказывать не буду в это все уже знаете а кто еще не в курсе эта информация есть у меня на канале ссылки на эти выпуски я оставлю под этим видео в описании а сегодня я представлю вашему вниманию несколько проверенных рецептов применения прополиса и прополисной настойки при ангине кашле и боли в горле область применения прополиса велика но начну я самого малого чтобы не запутать вас в потоке информации и так если у вас появилась боль в горле даже не сильно не стоит ее игнорировать и ограничиваться традиционной кружкой горячего чая с малиной или медом вы потеряете драгоценное время а незначительная на вид боль может быстро перейти в ангину танзелит или фаренгит вылечить которые будет уже сложнее прежде всего начну с профилактики выходя на улицу в морозную погоду и возвращаясь домой я полощу рот следующим раствором 30 капель десятипроцентного спиртового раствора прополиса разбавляю в трех четверть стакана теплой воды чая или отвара ромашки я предпочитаю отвар ромашки запас которого у меня в зимнее время всегда находится в термосе сразу маленькое пояснение поскольку могут возникнуть вопросы когда я говорю полоскать рот я имею ввиду всю ротовую полость и горло включительно и второе для тех кто вечно куда-то спешит пару раз в день прополоскать горло для профилактики простудных заболеваний займет гораздо меньше вашего драгоценного времени чем идет потом на лечение этот же рецепт можно применить и при острых воспалениях носоглотки и миндалин верхних дыхательных путей но его придется немножко видоизменить исходя из создавшейся ситуации прополисную настойку в этом случае мы возьмем 20 процентную количество капель увеличим до 50 а полоскание рта рекомендуется делать три раза в день после еды следующий рецепт который неплохо себя зарекомендовал в народной медицине для полоскания горла при ангине фаренгейте и обострениях хронического танзелита взять столовую ложку сухих измельченных листьев подорожника аптека тем в помощь кто не сам заготавливает лечебные травы а таких большинство залить стаканом кипяченой воды и прокипятить в течение 15 минут затем настоять минут 45 час не более добавить в воду 40 50 капель 20 процентной спиртовой настойки прополиса и полоскать горло три раза в день после еды в дополнение к полосканию ротовой полости чтобы получить более быстрый положительный результат рекомендуется смазывать воспаленные миндалины при ангине прополисным экстрактом с маслом для приготовления его понадобится одна столовая ложка десяти процентной прополисной настойки и две столовые ложки растительного масла то есть один к двум ингредиенты смешать смесь готова смесью миндалина рекомендуется смазывать чем чаще тем лучше до полного выздоровления дальше следующая смесь вам на заметку который рекомендуется обрабатывать всю полость рта и носоглотки в течение 5 или 10 минут при хроническом фаренгите то есть при воспалении слизистой оболочки глотки берем одну часть 20-30 процентной спиртовой настойки прополиса смешиваем ее с двумя частями глицерина и смесь готова ну и хороший прополис в чистом виде также принесет положительные результаты при правильном его применении когда я говорю хороший это значит не старый прошлогодний а этого текущего года так как от длительного хранения он постепенно к сожалению теряет свои целебные качества после еды берем небольшой кусочек 35 граммов не более и медленно его разжевываем рассасываем прополис будет вызывать небольшое жжение во рту а не менее языка не бойтесь так и должно быть это во благо а вот если появится аллергия сыпь зуд то применение как самого прополиса так и смеси и на основе прополисной настойки следует сразу же приостановить подобное явление исчезнут отменив препарат хочу обратить ваше внимание на следующий момент на просторах интернета некоторые специалисты рекомендуют вместо маленького кусочка прополиса жевать кусок побольше величиной с ногой по принципу чем больше кусок тем больше пользы не делайте этого в конечном результате там беды будет больше чем пользы также есть сомнительные рекомендации при простудных заболеваниях ложить на ночь кусок прополиса под язык или за щеку также не делайте этого если у вас хороший чистый прополис вы получите стопроцентный ожог в месте длительного соприкосновения прополиса с кожей а эти раны очень болезненны и долго заживают следующее на что я хотел бы обратить ваше внимание так это на то что использование прополиса для лечения не отменяет необходимости применения средств традиционной медицины лучше всего применять комплексное лечение это поможет вам быстрее и качественнее справиться с болезнью народная традиционная медицина должны не отрицать друг друга а дополняю впрочем повторяться я не буду на эту тему у меня есть неплохое как на мой взгляд видео которое поможет вам выбрать правильный путь в борьбе с недугами за свое здоровье ссылку на это видео вы сейчас видите на своих экранах также ее оставлю внизу под этим видео кому будет интересно проходите смотрите и в заключении где же взять хорошую прополисную настойку это аптеки это пчеловоды которые знают как ее правильно сделать и поверьте таких немало но не нападите на тех специалистов то кидает 100 или 200 грамм прополиса на 1 литр водки и потом с гордостью сознанием дела уверяет что у него 10 или 20 прополисная настойка зависимости от того сколько прополиса он использовал конечный результат там очень сомнительный и далек от истины ну и приобрести прополисные настойки и не только прополисные можно и у нас наши контакты для связи и сотрудничества вы найдете как всегда в закрепленном комментарии всем пока до новых встреч крепкого вам всем здоровья и мирного неба над головой